Слава Богу, за таких благословенных братьев, мы с моей женой были в городе Шпая, и был там евангелист из Индии, или миссионер, и он говорит, мне приятно, что у вас так прохладно в Германии, и слава Богу, оказывается, есть еще намного теплее места, там, где Дух Господень, и там всегда духовно тепло, и слава за это Богу, и я, во славу Божию, хотел рассказать мое свидетельство, и пять лет тому назад было такое же служение, это был юбилей 20-летия церкви, и меня пригласили сюда, и я не был в состоянии, и когда я приехал сюда, и первый мой евангелист, который сидел со мной рядом, Пауль Встанька, это благословенный брат, это был первый мой евангелист, он сидел возле меня и рассказывал мне о Боге, и в этот момент я не был в состоянии, чтобы что-то принимать, но Дух Божий знает, как посеять нужное семя в правильное место, и слава за это Богу, я вырос в верующей семье, с детства я знал такие собрания, я знал церковь, я даже ходил в церковь, и в 13 лет я поехал до моего дядьки, и там мы молились, и Дух Святой, Он посетил меня, и у меня пошло на речи, слава за это Богу, и примерно когда мне было 14, я всегда смотрел направо и налево, и меня тянуло в этот мир туда, но во-первых, я хотел бы сказать, в Библии написано, почитай отца и мать, это первая заповедь с обетованием, чтобы тебе было благо, и ты долго жил на этой земле, и Бог верен своему слову, и это первое, если человек это не делает, тогда последует одно за другим, и примерно мои 16 лет, началось с легким наркотиком, и всегда оно начинается с малого, и оно начинает расти, в 18 лет я потерял, когда я учился на профессию, у меня были права, люди приходили ко мне, и говорят, это химический наркотик, и мы покажем тебе, как его надо принимать, и мы покажем тебе, как его продавать на улице, и вот с малого началось, и всегда оно подается в малом, но если дать место, оно начинает возрастать в большое, и внутри в сердце человек понимает, что он вышел из церкви, и Дух Святой всегда говорит к человеку, но чем больше Дух Святой, говорит человек начинает заглушать этот голос, и так пошло дальше, некоторые из церкви, мои братья из церкви, и мы начали вместе с ними принимать наркотики, и вот между собой мы начали друг другу продавать наркотики, и человек он теряет свою совесть, что ради матери идешь в церковь, но идет в туалет и принимает там наркотики, братья и сестры, почитай отца и мать, это первое заповедь с обетованиями, чтобы тебе было благо, и ты жил долго на земле, и так пошло дальше, и когда-то у меня появился ребенок, и я черту провел, хотел совсем перестать, я нашел работу, у меня была квартира, и у меня были права водительства, у меня была машина, и у меня было еще что-то, вот абсолютная пустота, которая здесь, и ничего на этой земле, и никакой наркотик на этой земле, он не может, ничто не может заполнить, заглушить эту пустоту, и никакой человек, единственный Господь и Спаситель Иисус Христос может это сделать, слава Ему за это, и вот жизнь пошла дальше, и человек думает, я потихоньку начну, я не буду брать наркотик, но чтобы немножко заработать деньги, потому что у меня есть ребенок, у меня семья, мы будем брать легкий наркотик, и дьявол знает тогда, как к тебе подступиться, и вот с малого опять началось, маленькая вещь случилась, было ругань, и мы разошлись, и как было в начале, вот во второй раз стало все хуже, братья и сестры, и вот оно началось, началось у нас с одной сигареты, и в конце оно закончилось, с шприцом, и человек вдруг думает, ну это нормально, и думает человек, что у меня все под контролем, я все еще держу в своей власти, но ничего человек не держит в своей власти, и Дух Святой, он увещевает человека, он предупреждает человека, и чем громче этот голос, и человек начинает больше заглушать, и человек не может или желает заглушить этот голос, потому что он громкий этот сильный голос, потому что друзья, мама, папа, они поднимают свои руки, они молятся за меня, дорогой отец, дорогая мать, если у вас случись такие сыновья будут, если у вас такие дети, если есть такие дочери, не говорите им, какие они плохие, но подходите с любовью, возьмите их с любовью, и молитесь за них, потому что сила Евангелия, она мощная, она может мертвым воскресить, слава за это Богу, и как-то мы поехали на дискотеку, и Павел, он был там, вышибал на дверях, и он меня увидел, и сказал, как ты выглядишь, потому что Павел раньше тоже был в церкви, и он знал верующих, которые верующие, которые идут на дискотеку, и когда он меня увидел, и я был в таком состоянии, и он говорит, как ты выглядишь, и мне одну, и он забрал все мои наркотики, и запустил меня, и этот человек был первый евангелист, который меня евангелизировал, на этом месте, слава Богу, братья и сестры, и есть сила Евангелия, это сила Евангелия, слава Богу, братья и сестры, есть еще один момент, где человек хочет сам как-то выбраться, и человек думает, эти в парке алкаши, я не такой, как они, и я думал, что я еще хороший человек, и я думал, не так, как эти бомжи, эти алкоголики, эти наркоманы, но я был тот, который шел туда, потому что, может быть, кто-то из родственников из церкви мог меня увидеть, и мне было неприятно, и я шел туда, и брал, покупал там наркотики, и шел домой, и там принимал, и я смотрел на себя в зеркало, и я говорил, ты самый большой лицемер, потому что ты думаешь, что еще все хищит, но братья и сестры, как брат сказал, брат Саша сказал, то, что негодно, но сила Евангелия, она изменяет жизнь, она воскресает мертвых, исцеляет больных, она изгоняет бесов, она восстанавливает, это сила и молитв, и родители, и церкви, и через друзей, слава Богу, братья и сестры, и я был здесь, и мне говорили Евангелие, и я следующего брата встретил, и я его знаю еще с мира, это тоже дальний родственник от меня, и он начинает мне тоже рассказывать о Иисусе, и я думал, что за история, он мне тут рассказывает, я же знаю, как он был раньше, и он говорит, Иисус, он добр, он может тебя изменить, и я знаю, там было посеяно семя, и пришел момент, и Бог послал великого евангелиста, это мой зять, и его дядька, он уже был у нас на реабилитации, и он сказал, поехали на реабилитацию, и я думал, ну я заеду туда, и после богослужения меня взяли туда, и мы поехали на реабилитацию, и братья и сестры, атмосфера неба, и если чувствуешь славу Господь, тогда не нужны слова, я вошел в эту реабилитацию, и я что-то заметил, что-то почувствовал, то, что мою пастоту начало наполнять, то, что начало меня наполнять, и братья и сестры, и я сказал, я хочу это иметь, слава Богу, братья и сестры, я люблю мою маму, я люблю моего папу, которые много часов молились за меня, я столько сделал аварий, моя кровать, она горела, и в это время кто-то бросил меня против, и я знал, что это ангел Господень, потому что я не был в состоянии подняться, и я знаю, что моя мама и мои родственники молились, и сила молитвы, она меня спасла, и слава Богу, и мама сказала, пошли со мной в церковь, ну, ради моей мамы, что я люблю, я пошел, так как праздник был, и я пошел с ней, и я ничего не знаю о богослужении, и я знаю, когда брат вышел вперед, и этот брат сказал, я хочу петь псалом, и эта песня, она его обратила к Богу, и он вышел вперед и начал петь этот псалом, братья и сестры, и Дух Святой знает точно, или это будет через песнопение, или через какие-то обстоятельства, как он сеет семя свое, этот брат, он пел этот псалом у твоей груди, слава Богу, и эта песня, этот момент, он вернул меня к Богу, и я был дома, я хотел уже выйти, я хотел выйти из этого состояния, но что-то давило меня, что-то не давало мне места, свободу, чтобы я вышел, я хотел выйти, но во мне не было силы, и у меня было желание выйти из этого состояния, но что-то меня придавливало, и я не мог спать, и когда я был один в квартире, я лежал на полу, совсем чувствуя себя униженным, и вдруг я вспомнил этот псалом у твоей груди, успокоюсь я, аллилуйя, и я стал петь этот псалом, и каждый раз, когда я его начинал петь, я мог засыпать, слава Богу, слава Богу, что какое-то песня, оно дало этот покой, это внутреннее удовлетворение, и эта пустота, она стала наполняться, и я благодарю моего Бога, и я благодарю моего Избавителя, и я благодарю братьев, которые находятся в служении, и я благодарю пастыря и служению церкви, и это служение реабилитации, слава Богу, может вас Бога, и еще даст силу, мудрость, и я решил приехать сюда, в церковь, и когда я приехал сюда, я поехал домой, и я решил все убрать, и приехать сюда на реабилитацию, и братья и сестры, я два раза на холодную, сухую, говорят, перекумаривал, когда ты шесть недель болеешь от наркотиков, это очень твердо, и два раза я это перетерпел, и я знаю, что значит болеть от наркотиков, и я знал, что я должен буду болеть, и когда я приехал сюда, и в эту неделю, когда я все выкинул с моей квартиры, и я когда хотел приехать сюда, я хотел купить наркотик, чтобы немножко успокоиться, но Бог знал, Он точно знал, если бы я что-то достал, у меня не было бы силы прийти сюда, но слава Богу, я позвонил людям, ничего не получалось, нигде я не мог достать, ни у кого я не мог взять, и меня наполняла злость, но Бог знает, как меня сюда привезти, и братья и сестры, я приехал сюда, это было в субботу, и мы были в бане, и я сижу с братом, и он рассказывает мне об Иисусе, и он говорит очень просто, или ты выберешь, чтобы болеть, перекумаривать, или ты будешь искать Иисуса, ну конечно я хотел Иисуса, потому что я не хотел болеть, и я разговариваю так с ним дальше, и я говорю, где-то я слышал твой голос, что-то я узнаю в твоем голосе, и мы так разговаривали, и вдруг оно выходит, что 18 лет тому назад мы были у него в доме и делали беззаконие, да, и проводили время, и вдруг он мне расскажет об Иисусе, слава Богу, это есть сила Евангелия, братья и сестры, в воскресенье, на следующий день, после служения, еще на старой реабилитации, было собрано пару братьев, собрались, это была недолгая молитва, это была короткая молитва за меня, и в этот момент я был свободен, это есть сила Евангелия, и я точно знал, что мне ни один человек на этой земле что-то рассказать должен, я знаю, что значит умарить, я знаю, что значит болеть от наркотиков, но в этот момент я был свободен, я был свободен сигарет от наркотиков, и был свободен от страха, и эта пустота, она наполнилась, слава Богу, и это было служение реабилитации, слава Богу, и я был свободен, и я точно знал, Иисус, это был ты, и этот мир в моем сердце, который я имел, и никто из людей не мог его забрать больше, и я себе сказал, я возьмусь за это крепко, руками, зубами, ногами, слава Богу, братья и сестры, слава Богу, Бог всемогущий, Он совершает чудеса, и я не перестаю удивляться, братья и сестры, и Бог благословил меня чудной женой, и в служении я имею служение, и я веду подростковые служения, я участвую в молитвенном служении, на реабилитации я помогаю братьям, и это есть благодатья Божия, братья и сестры, слава Богу, и это заслуга тоже в церкви, пусть вас Бог всех благословит, братья и сестры, и если у вас есть кто-то в семье или дети, любите их, не говорите им, насколько они плохие, не говорите, что они наркоманы, не говорите, что он алкоголик, они сами это знают, но молитесь за них, принимайте их с любовью, и если они будут чувствовать эту любовь, и эта любовь, она будет вести к их Иисусу, пусть Бог всех благословит.